Стратегии развития Беларуси становятся переход на шлях инноваций. Об этом заявил президент краины Александр Лукашенко у своем послании до беларусского народа и национального схода. Уважливо слухали выступления керавника державы у прационных коллективах и аудиториях ВНУ Гомельской области. Настасия Кучинская потекавилася уражениями и меркованиями ЖХР региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко доручил у Раду до 1 липня забеспечить подрыхтовку державной программы инновацийного развития. Яна повинна сформировать новую экономику, экономику ведаў. Вельми уважлива послание президента слуха и керавництва Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. Гэта одна з головных установ у нашам регионе, дзе веды аккумулююць, развіваюць і перадаюць. Яны заусюды повинны быць на узроўне. Обращение президента – это научно выверанная программа действий страны на ближайші годы. И очень многие положения, которые были высказаны, они относятся как к районной степени, как к промышленности, так и к образованию новок. Это обязывает нас более активно использоваться самые современные методы обучения, методики современные, связанные с применением и использованием этих технологий. На предприемстве Гомель-Энерго темы инноваций так само поддерживаются. Тут истотно обновили обсталявания, активно повышаюсь узровень подрихтовки специалистов. А зараз рихтуюсь амбицийный проект будовництва электростанции на солнечной энергии. Потому что солнечная энергетика является одним из перспективных направлений для развития энергетики в Гомельской области. И кроме того, со стороны государства на эти цели выделяются определенные дотации. И есть так называемые квоты. В Гомель-Энерго была получена своя квота на строительство ФЭС, фотоэлектрической станции. И очень надеюсь, что в ближайшее время, не буду называть точные цифры, но в ближайшее время у нас появится своя собственная солнечная электростанция. Новая экономика, про которую, каже президент, будет поддерживать приватную инициативу, развивать малый бизнес и различные на молодых специалистов. Гомельские студенты, например, таким перспективам радуют. Я беру на себя ответственность говорить от лица всех, кто это прослушал. Мы, как люди, которые проживаем в этой стране и беспокоимся о ее будущем, мы берем на себя обязательства делать все, что от нас зависит, для того, чтобы наша жизнь становилась все лучше и лучше. Не глядяши на новые экономичные шляхи, головные постулаты белорусской державной политики не меняются. Як и ранее, у проритета – клопот про человека и повышение якости життя. Президент, он является представителем народа. И когда мы, как граждане Республики Беларусь, идем на выборы, президентские или парламентские, мы ожидаем, безусловно, отчета тех лиц, которых мы выбираем, о проделанной работе и хотим услышать задачи на будущее. Настасья Кучинская, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».